Хорошо, друзья, будем говорить сегодня о нашем служении, о нашем служении людям. И хочу вам сказать, что у Бога нет ничего важнее человеческой души. Это то, что является для Него самым важным. И каждый человек, каждая душа для Него цены, каждая душа для Него важна. Абсолютно каждая. И Бог смотрит на каждого человека в отдельность. Он индивидуальный Бог. Индивидуальный Бог. То есть Он каждому уделяет внимание. Видя всех, тем не менее Он сосредотачивается на каждом человеке. Он вникает в жизнь каждого человека. Он вникает в душу каждого человека. В то, что у Него происходит. И когда... Ну мы часто говорим, да, остался один на один с Богом, допустим, и так далее. На самом деле это то, что происходит, и это то, что как бы тяжело бывает осознать, как Бог может видеть всех одновременно и в то же самое время каждого в отдельности. Да? И видеть всех одновременно и каждому в отдельности уделять внимание. И с каждым в отдельности Его Дух работает. Так, как будто бы этот человек один на всей земле. То есть Он может видеть всех, но при этом с тобой Он говорит так, как будто бы ты единственный. Вообще больше никого не существует. И это показывает нам то, насколько важно для Бога каждый человек. И каждому из нас, как своим служителям, Он доверил вот эти вот души, которые вот так вот для Него ценны. Вот так важны, что Он на каждом человеке сосредотачивается. Знаете, для нас, для людей, ну всегда есть тенденция такая у нас, что когда, допустим, появляется какое-то количество людей, да, в служении, у нас всегда есть такое искушение смотреть просто на них, как на коллектив людей. Просто как на коллектив людей. И это, ну, с одной стороны, да, это так и есть, потому что есть различные законы развития коллектива, например. И нужно уметь управлять коллективом, и нужно уметь вести коллектив за собой людей. Но если мы будем смотреть только как на коллектив, или будем смотреть индивидуально на каждого человека, то мы потеряем отношение Бога. И мы не сможем служить так, как хочет Бог, чтобы мы служили людям. И поэтому, когда мы смотрим, допустим, в Новый Завет, мы видим, что Господь учит, чтобы кто хочет быть большим, был каждому слугой. И поэтому, когда мы говорим о нашем служении, допустим, то наше служение, оно сводится в служение конкретным людям. Понимаете, что можно проповедовать тысячам, но при этом все равно наше настоящее служение будет определяться тем, как мы служим конкретным людям. Не тем, как я служу тысячам. Потому что, когда я служу тысячам, ну, как это сказать? Ну, да, это хорошо, есть люди призванные служить тысячам. Вот, и может быть, кто-то из вас призвал служить тысячам, я не знаю. И это хорошо, и это Божье призвание, и так далее. Но, когда я служу тысячам, я получаю славу. Потому что люди говорят, что какой крутой парень, он служит тысячам, какой он там великий, и так далее. Но, когда я служу конкретному человеку, я не получаю никакой славы. Я ничего вообще не получаю, я отдаю. И это и есть настоящее служение, о котором говорит Господь. Иисус на самом деле, Он служил тысячам людей. Да, за Ним тысячи ходили. Он приходил в Иерусалим, и весь Иерусалим приходил в движение. Но потом Иисус брал 12 учеников и закрывался с ними, и каждому из них по отдельности мыл ноги. То есть, Он не просто нанял кого-то там, найдете, ногомоев каких-то там, команду, чтобы они мылели ноги. Он сам каждому по отдельности. И Он говорит, вы видели, что Я сделал? Именно это и должны делать и Вы. Аминь. То есть, наше служение сводится к тому, чтобы мыть людям ноги. Но это не буквально, да? Вы понимаете, что это не буквально мыть ноги. Мы говорим о душах сейчас. И это обозначает, что мое служение должно свестись к служению конкретной душе. Вот здесь человек, конкретному человеку должен служить. Матфея 24, глава 45 по 47 стихи. Матфея 24, глава 45 по 47 стихи. Здесь написано, «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что на всем имениям своим поставит его». Давайте подумаем, о чем здесь говорит Иисус. Говорит здесь Иисус о раздаче естественной пищи. Ну, скорее всего, нет. Да, есть случаи, но основной смысл не в этом, да? Не в том, чтобы Он нас там сделал поварами, да, или поставил на раздатку столовая это наше служение. То есть мы понимаем, что нет. О чем здесь говорит Иисус? Когда Он говорит о пище, конечно же, Он говорит о духовных вещах. И Он говорит, «Блажен тот раб, которого Господин поставил над слугами, над слугами поставил, другими словами, дал определенную власть и позицию. Для чего? Чтобы питать их вовремя, чтобы кормить их. То есть смотрите, Господь поставил нас, вроде бы, в позицию над слугами, но для того, чтобы мы им были слугами. Господь поставил нас в позицию над людьми, но для того, чтобы мы им служили. Не для того, чтобы мы ими управляли. Видите, друзья? Мы не управляем людьми. Скажи своему соседу, ты не управляешь людьми. Потому что единственное, кто может управлять людьми, это сам Господь. Через своего Духа Святого. А что же делаем мы? Он говорит, а вы их кормите. То есть Господь поставил нас в ортопеномную позицию для того, чтобы мы питали человеческие души. Чтобы мы кормили человеческие души. Чтобы они были сильными, чтобы они были здоровыми. Чтобы они могли делать то, чтобы Бог их призвал. Поэтому мы поставлены над людьми, чтобы быть им слугами, чтобы питать их души. И суть нашего служения сводится к служению человеческим душам и заботе о них. То есть твое служение, если ты служитель церкви, твое служение сводится к тому, чтобы заботиться о душах людей. Знать, в каком они состоянии, поддерживать их хорошее состояние и заботиться о них. Это значит, друзья, что нам нужно вникать в душу человека и отслеживать состояние души человека. Хороший служитель, он отслеживает, в каком состоянии души людей, которых Бог ему доверит. Он смотрит за их состояние. Это похоже на маму, которая смотрит за своими детьми. И время от времени мама говорит, а ну иди сюда. И что делает? И губы колбом. Раз. А ну покажи язык. А ну покажи горло. А ну померяй температуру. Почему она это делает? Она следит за состоянием его здоровья. И если есть малейшее подозрение, она хочет узнать, в чем проблема, чтобы эту проблему решить. С его здоровьем. Когда вы служите людям, вы делаете то же самое. Вы смотрите, вы молитесь на них, вы смотрите на них. И вы пытаетесь увидеть состояние. Если у вас возникают какие-то сомнения по поводу состояния их души, не ждите, что что-то произойдет само собой. Потому что Бог на вас возложил ответственность следить за состоянием и помогать им оставаться в хорошем, в правильном состоянии внутри. И поэтому, если у вас есть какие-то сомнения, не ждите, что люди к вам придут. Потому что очень часто мы можем говорить, ну, он ко мне не пришел. Делайте, как делает мама. Иди сюда. Покажи язык. Померяй температуру. Иди сюда. Что с тобой происходит? Почему у тебя депрессия? Почему ты не смотришь в глаза? Почему ты не здороваешься с людьми? Почему ты перестал посвящаться в раме? И так далее. Потому что есть признаки того, что душа человека больная. Есть разные признаки. И ты должен знать эти признаки. Ты должен видеть эти признаки. Замечать. И заботиться. Заботиться о людях это именно вот это. И разговаривать с человеком, и пытаясь выяснить, что внутренне, что с ним происходит, чтобы дать ему правильную таблетку. Потому что выражение лица может быть кислое. Но причина того, что оно кислое, может быть разная. Может болеть голова, может крутить живот. А ты дашь таблетку от головы, она не поможет. Может быть ему вот так урон вообще. А ты не удалось, а это радостно. Наоборот. Там у него. Все, в три. Хорошо. Выходим. Окей. Какова наша цель? Какова наша цель? Нам нужно довести каждую душу до небес. Друзья, поймите, если в душе человека что-то происходит, человек обижен, человек разочарован, человек в страхе, или еще какие-то моменты происходят, человек бунтует внутри. Если что-то такое происходит, не думайте, что все уляжется само собой. Это будет прогрессировать, если не помочь человеку с этим справиться. Если не обратить на это внимание. Болезнь духовная может прогрессировать до такого состояния, что человек может пережить духовную смерть. То есть умереть для Бога. Умереть для Царства Божьего. Все. И однажды, мы видели людей, знаете, сколько людей, которые были служителем, нам говорят, церкви, все. А сейчас они живут так, как живут неверующие люди. Иногда хуже. Что произошло с человеком? И люди говорят, обманывая сами себя. Ничего, он все равно спасен. Амилуя. Как спасен? Как он может быть спасен? Апостол Иоанн говорит очень просто. Не обманываетесь. Кто делает грех, тот от дьявола. Он там пишет, как узнаются сыновья Божьи и сыновья дьявола. Он говорит, кто делает правду, тот от Бога. А кто делает грех, тот от дьявола. А человек умер духовно. Почему? Потому что он сам не обратил внимания на то, что в его душе происходит. И люди, которые вокруг не обратили внимания. Есть поверхностность в служении. Когда мы говорим, давай, давай, мы стремимся к каким-то целям. И цели Божьи это хорошо. Но ты должен понять, что цели Божьи достигаются кропотливым служением душам любви. Именно так достигаются Божьи цели. Цели Божьи не достигаются так, что у тебя в служении появился человек какой-то. способный, талантливый. О, классно! Он поможет тебе, достиг цели. Ты его разворачиваешь, ты ног под зад, давай, двигайся. И потом он там двигался, двигался и где-то там упал на обошву. Все, не выдержал темп. И ты посмотрел, ну, одним меньше, одним больше. Еще страшно. Еще нарожаем. И пошел дальше. То есть так в царстве Божьем это не работает. Наша цель довести каждую душу, которой Бог доверил нам, до небеса. И это есть настоящее служение. Для этого нам нужно помочь душам исцелиться, освободиться, утвердиться в истине. Это значит, что ни один человек не должен остаться без внимания. Братья и сестры. Те люди, которые у вас в служении, ни один из них не должен остаться без внимания. И для того, чтобы вот так вот служить, нужно расположить свое сердце, любить души людей. Любить их души. Любить людей. Как бы там, что бы там ни происходило. Я вам хочу сказать одну такую вещь. Я долгое время в служении. Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь. Люди чудят. Причем чудят постоянно. В церкви постоянно кто-то чудит. То есть, знаешь, это голубая мечта пастора. Когда в церкви никто не чудит. Все такие духовные. Живут без греха. Поклоняются. Служат Богу. Никому не надо там пинка подзадать. Все такие прям стремятся к небесам. Стремятся к Богу угодить. Все. И ты просто говоришь, братья и сестры, давайте будем всем проповедать Евангелие. И все церковные, конечно. И сразу побежали туда. Выбежали все. И все. И никто не строится от них. Это голубая мечта. Которая никогда не исполнился. Да. Я вначале расстраивался. Потому что у меня было такое, знаете, у тебя идеальная картина изнутри. Как это все будет происходить. И вот ты смотришь эту идеальную картину. Как все классно. Все так и будет. Это у других не получается. Потому что другие глупые, не любят так Бога, как я. У них нет таких откровений, как у меня. А вот я сейчас им так проповедую. И они все скажут. Слушай, мы раньше этого и не знали. Спасибо, что ты нам сказал это. Мы сейчас жизнью, но абсолютно по-другому. Вот. И я думал, что мы так вот делаем. Но так происходить не начало. Оказывается, что я не самый умный и не первый живу на земле. Вот. И я понял, что люди чудят. И они будут чудить все время. И иногда вот что происходит со служителями. Служители ожесточают свое сердце. Из-за того, что люди чудят. Постоянно. Потому что, когда человек что-то подчуживает, ты все время переживаешь искушение разочаровываться. Махнуть рукой. Все. Как мы набыли. Как достали. Потому что каждый раз, если ты настоящий служитель, и это происходит, это будет причинять тебе боль. Каждый раз. Тебе нужно идти с болью к Богу. Отдавать Ему свою боль. Чтобы Он исцедал твое сердце. Но ты не имеешь права разочароваться с ними. Ты должен продолжать в них верить. Пока человек жив, у него есть надежда. Пока жив, человек. Ты не знаешь, когда в его душе что-то щелкнет. Ты не знаешь, что Бог использует. Может быть, ты с Ним говорил уже сто раз, и ничего не помогает. Но ты не знаешь, может быть, на каком-то одном собрании. Одно слово может полностью передать на твое сердце. Мы были на посте. Духовный совет. На прошлой неделе мы были в посте три дня. Молились, искали Бога. Бог дал, ну, много нам разных вещей говорили. Я хочу одну из пророчеств прочитать. Которую Бог дал нам как служителям. Я думаю, оно касается так же и вас, как служителей. А звучит это так. Вы устали от людей. И даже разочаровались в них. Из-за неверности и неблагодарности. Вернитесь к любви. Любите людей. Любовь побеждает усталость и разочарование. Это привилегия служить Божьим людям. Пусть ваши цели были проявления любви к людям. Целите каждую душу. Сражайтесь за каждую душу. Пусть никто не погибнет. Любите людей, как я возлюбил вас. Помните, что я плак неблагодарным и злым. И я хочу научить вас плакать от души. Это то, что хочет сделать Бог. Он хочет нас привести в состояние любви к людям, такое же, как в его сердце. И он хочет нас научить плакать от души. Послушай, если человек делает что-то не то, нам нужно уметь давать оценку правильно. И нам нужно уметь говорить человеку истину. Но я хочу тебе сказать одну такую вещь. Если ты говоришь человеку истину, но до того, как ты ее скажешь, ты об этом человеке не платил в молитве, то твоя истина его убьет. Вы понимаете? Если ты скажешь человеку истину, и это будет правда, сто процентов. Но если ты перед этим, за эту душу, за эту душу не плакал в молитве перед Богом, то твоя правда, твоя истина будет служить не Божьему Царству. Она будет служить Царству. Бог хочет научить нас любить души людей. Любить не колхоз, а любить конкретных людей. Те, которые в нашем окружении. Видите их глазами Бога. Если вы помните, это он говорил по-моему, служителям тоже, Джекман, он говорил, служителям. Как пророчество, Бог говорит, что я хочу дать вам глаза, которые видят и уши, которые слышали. Я хочу дать вам глаза, которые видят так, как мои глаза. Если ты не можешь видеть человека так, как видит его Бог, ты не сможешь ему служить. Не сможешь ему служить. И это то, что должно происходить с нами. Со служителями должна происходить трансформация сердца. Трансформация сердца. Твое сердце должно быть изменено откровением Божьей любви к людям, откровением Божьей любви к душе человека. Понимаешь, в каждой душе что-то происходит. И да, есть неправильные вещи, если человек за них не покаяется, он пойдет в ад. Но вот что мы должны понимать. Даже при том всем, что человек идет в ад, в его душе что-то происходит, есть вещи, которые просто рвут его душу на части. И это причина, по которой мы плачем от души. Вот это причина. Чтобы вытянуть из этого. Вытянуть из этого состояния. Хорошо. Я думаю, что для нас важно привести самих себя как служителей к посвящению конкретным людям. Я хочу тебе сказать, твое посвящение Богу сведется к твоему посвящению конкретным людям, к которым ты служишь. К посвящению конкретным именам. Не просто я такой великий служитель, я так многим служу, что я даже их имена не помню. Нет. Еще раз хочу показать. Служение Иисуса Христа. Он служил десяткам тысяч. Однако мы видим, что его посвящение свелось к посвящению конкретным людям. И они перечислены по именам в Библии. Несколько раз перечислены список их имен. Вот как Бог служит. Он посвящает себя конкретным людям с конкретными именами, с конкретными душами, с конкретными процессами внутри, с конкретными болями, с конкретными проблемами и так далее. Вот так вот служит Господь. И это пример для нас. Я хочу еще раз это повторить. что для нас очень важно привести самих себя в посвящение конкретным людям. Нам нужно вложить себя в конкретных людей. Вложить себя. При этом, я хочу вам сказать, некоторые из людей, в которых мы себя вложим, так никогда и не оправдают вложения, которые мы сделали. Но я вам читал прощество. Бог говорит, помните, что я благ, неблагодарный нас был. Понимаешь, Бог это делает не из-за того, как реагируют люди. Бог это делает из-за того, кто Он есть. Кто Он есть. Он будет в себя вкладывать, зная, что человек может Его предать. Он будет в себя вкладывать. У нас есть пример Иуды. Иисус вкладывал себя три с половиной года в Иуду. Он дал ему такую честь, привилегию быть одним из двенадцати. Иуда ходил, изгонял бесов, изгонял больных там и так далее. И на последней вечере Иисус обмакнул кусок хлеба и все равно подал, как самому лучшему госту, самому почетному госту. Это был знак. Он подал это Иуде все равно. Он давал ему шанс за шансом, шанс за шансом. При этом, Писание говорит, Он знал, кто предаст Его. Представляете? Это так важно. Посвятить себя, понимая, что не все люди они оправдают Твое посвящение, но при этом продолжают это дело. Будет определенная часть людей, которые будут добрым семьей, принесут плод 30-60-60 прав. Будет другая часть людей, которые не принесут ничего. Но пойми, не ты с ними разбираешься. С ними разбирается Бог. Есть Твоя часть. Кто верный и добрый раб, которого Господин поставил наслугами своими, чтобы давать пищу вовремя. Это Твоя часть. Питать душу человека вовремя просто. Регулярно другими словами. Завтрак, как это нужно. Регулярно питать, регулярно делать вложения в душу человека. И это Твоя часть. Слава Богу. Хорошо. Одна из практических вещей, которые важно делать, и мы видели это в посте, тоже обговаривали. Это ходатайство поименно за людей, которых Бог вам дал. Ходатайство в молитве поименно за людей, которых Бог дал вам в служении. Если у вас служение, у вас на домашней группе или в вашем служении есть люди, или вы просто взаимодействуете с людьми, или может быть вы служите одному наобращенному, либо двум наобращенному, либо просто служите кому-то из людей, как наставник церкви. Послушайте, одна из ваших ответственностей это ходатайствовать конкретно за этих людей, конкретно за этого человека. Ходатайствовать за его жизнь, ходатайствовать за его душу. Вы себе не представляете, какая сила есть в ходатайствах. Огромнейшая сила. Ходатайство может полностью преобразить человека. Поэтому пусть каждая душа будет ценной для вас, и пусть каждая душа получит вашу заботу. Теперь смотрите, есть еще несколько таких практических моментов, как осуществить на практике заботу о каждой душе. Потому что есть настрой сердца, а есть практические действия. Должно быть и то, и другое. Твое сердце должно быть настроено на любовь и на заботу. Но во второй момент, ты должен понимать, как тебе выразить это на практике. Какие действия сделать. И мы отговаривали это. И в прошлом мы видели определенный минимум, допустим, для служителей на домашней группе. Если вы служите на домашней группе, есть определенный минимум. Это привязать всех новообращенных к кому-то из людей, к себе либо к кому-то из людей. Все люди, которые только недавно пришли ко Христу, может быть сегодня только пришли ко Христу, моментально его нужно привязать к кому-то, кто будет заботиться о нем, и кто будет заниматься с ним по пособиям для новообращенных и так далее. Понимаете, пособия для новообращенных, это такая вещь. Там даются минимальные знания от Царства Божьего. Но больше всего это важно для того, чтобы иметь личный контакт с человеком. И для того, чтобы понимать, что с ним происходит, что происходит с его душой. И для того, чтобы молиться за него. И для того, чтобы поддерживать его лично. Личный контакт имеет огромное значение. Вот это забота личная о душе. Поэтому, если вы служитель домашней группы, убедите, что у вас на домашней группе все люди, если они только недавно пришли ко Христу, они подвязаны к кому-то, либо к вам, либо к кому-то из ваших служителей на домашней группе, чтобы заниматься по пособиям для новообращения. Это очень важно. Второй момент. Встречайтесь один раз в неделю с кем-нибудь из вашей домашней группы. Пусть у вас будет личная встреча с кем-нибудь. Попейте чай, попейте кофе, я не знаю, что вы любите. Покушайте вместе борщ. И поговорите по душам с человеком. Это важно. Встречайтесь каждую неделю с одним из человек. Это возможно в обед, когда вы кушаете, встретиться. Или утром, когда вы пьете кофе, попить кофе вместе с кем-то. Или вечером. Или перед служением с кем-то встретиться, зайти куда-то, или вот там вот встать и выпить пару стаканчиков кофе. И поговорить с человеком. Спросить, как у тебя дела? Что у тебя происходит? Как ты себя чувствуешь? Как твоя душа? Как твоя семья? И так далее. Поговорить. Это возможно, чтобы человек открылся. Когда человек открывается, это возможность для тебя служить. Говорить правильные вещи для его души. Поэтому один раз встречу. Еще один момент. Минимальный. Это минимальный момент. Позвони каждому члену своей домашней группы два раза в одну день. Один раз говорить домашней группы. Потому что я вам один большой секрет открою. Люди умеют забывать. Как это он может забыть о моей домашней группе? У них есть столько всего. Мы в таком мире живем, что он может вечером открою. Думашняя группа была. Как же я теперь ей в глаза? И я ему посмотрю. Не пойду на служение. Больше стыдно. Смотреть в глаза. Позвоним. Привет. Не забыла. Мы встречаемся. И позвони среди недели один раз просто. Просто узнай, как дела. Человек, скажите, кто помнит. Позвоните маме. Позвони просто человеку. Спроси, как дела. Это важно. Контакт важен. Контакт важен. Потому что когда ты контактируешь, ты прикасаешься к человеческой вещам. Попомните, мы сказали, что наше служение – это служение души. И позволь, или даже сам попроси, чтобы тебя в этом проконтролировали. Опять же. Почему? Потому что мы все не любили. У нас суета. Мы забываемся. Есть масса причин. Первое – ты забыл. Второе – тебе лень. Правда? И там еще масса вещей. Поэтому тебе нужен тренер. Тренер не забыл. Тебе нужен тренер. Ты должен знать, что Сергей Георгиевич тебя спросит. Звонил ты или не звонил? Правильно, Сергей Георгиевич? Да. Зачем? Чтобы о тебе могли сказать. Кто же тот верный и добрый раб? А это вот он, который давал пищу во время свое. А кто помог? Сергей Георгиевич. Аминь. Хорошо. Закончим, друзья. Итак, вникайте в состояние душ людей. Служите. Уделяйте внимание время и молитвам. В принципе, это не так сложно. Позвони два раза в неделю, с одним человеком встретиться. Это не так сложно. И тогда ты молишься вспомнить своих людей. Поразмышкать. Ты знаешь, если ты будешь качественно это делать, ты обнаружил, что Дух Святой начнет с тобой о них говорить. Дух Святой начнет тебе открывать, что с ними происходит. Дух Святой начнет тебе давать понимание, как же им помочь. Ты вдруг начнешь знать тайны сердца в этом духе. Но тайны сердца не для того, чтобы ты пошел сказать, мне такой Дух Святой открыл, а то у меня. Нет, тайны сердца, чтобы ты мог послужить. Чтобы ты мог помочь. Если ты будешь молиться и относиться к этому судьбу. Пусть каждая душа будет ценой. Не потеряй ценность душ. И пусть каждая душа получит твою заботу. Пусть каждая душа будет ценой.